Мистика, да и только два трамвая с разницей почти в час ходят с рельс и таранят бетонные столбы. И всюду есть пострадавшие. Самым разрушительным оказалась авария между шестой и седьмой станциями фонтанской дороги. Здесь обе колесные тележки вагона сошли с полотна, а кабина полностью сложилась от удара в бетонную опору. Подумали, что что-то взорвалось именно так. Очевидцы говорят о трамвайной аварии на фонтане. Вагон, следующий по маршруту номер 17, не просто сошел с рельс, он еще и с нес столб с электропроводами. Сейчас на месте аварийной бригады спешно ликвидируют последствия аварии, дабы возобновить движение по этой линии. К нашему приезду в машине скорой помощь оказывали трем пассажирам, двум женщинам и десятилетней девочке. У них были ушибы, на первый взгляд, несерьезные, но место происшествия они покинулись неотложкой. Остальные же, кому повезло больше, шокированные и немного дезориентированные сидели на тротуаре. Пассажиры говорят, вагон ехал быстро, а потом резкий удар. Очевидцы случившегося говорят, что звук удара напоминал взрыв, на него и обернулись, а потом уже увидели, как трамвай сносит столб. Как будто взрыв, такое ощущение, что поворачиваюсь, вижу трамвай еще летит, отблоком влезается в столб и все, и становится резко останавливается просто. Они состояли, он сейчас открывает через переднюю дверь, всех начал навысовывать. Ну и все вышли вроде сами, все нормально. То есть они были все в шоке, поэтому, не знаю, все такие паники были, все вышли, не знаю даже на что было. А про водителя что-то знаете? Ну, он все нормально сказал, что все хорошо, но он просто весь в шоке, поэтому он не знает, что с ним, наверное. Потому что он такой, глаза просто стеклянные. Через несколько часов на странице в фейсбук Горэлектротранс сообщил, что причиной аварии стал какой-то посторонний предмет. Однако, по неофициальной информации, озвученной работниками не на камеру, вполне вероятно, водитель превысил скорость и трамвай выпрыгнул с колеи на вот этом вот стыке. Замечу, что следы схода как раз начинаются в этом месте. Впрочем, слово за следствием. В информационной тени случившегося осталась первая авария на Люздорской дороге. Ну а сам же несчастливый день для Горэлектротранса начался здесь, на седьмой станции Люздорской дороги. Около девяти часов утра третий трамвай сошел с рельс, врезался в столб, два пассажира пострадали. И как в случае с аварией на фонтанской дороге, есть вопросы к качеству трамвайного полотна. На Люздорской все произошло с мистической идентичностью. Сход, удар о столб и на этот раз двое пострадавших. Женщина и студент, у которого была рассечена бровь. Рядом на дороге с включенной аварийкой поврежденное авто. Его водитель общаться под запись отказался. Но без камеры охотно рассказал, что боковым зрением увидел, как заносит трамвай, а потом оторвавшийся провод разбивает ему заднее стекло. Аварийщики на месте убеждали нас в обратном. Провод зацепила грузовая машина, и от нее он отлетел в сторону. И снова Горэлектротранс ответил публикацией в соцсети. На этот раз виновник – строительный мусор, который выпал из проезжающего грузовика. Хотя в месте схода видно, как верх рельсы расслоился. Впрочем, что именно послужило причиной схода, установит следствие. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».